Подлинное лакомство для киногурманов, традиционный фестиваль кино стран Европейского Союза в эти дни открылся в кинотеатре «Заря». Как вы думаете, есть ли что-нибудь общее между кинофестивалем и нашей кулинарной программой? Отказывается, есть. Это почетный гость фестиваля в Калининграде, великий мировой актер Армен Мюллершталь. Родился он в Тельзетина, не советским. Проживает сейчас в основном в США, на второй его дом, неподалеку от Любика. Там-то мы встретились, впервые познакомились, даже узнали адрес любимого ресторанчика голливудской звезды. Теперь с удовольствием поделимся им с вами. Если вы приехали в Любик, вы никогда не пройдете мимо вот этого торгового квартала, Хюгксстрассе, улица Хюгкс. Но это гораздо больше, чем торговая магистраль. Это целое сообщество, сообщество людей, которые очень любят свое занятие, дело, которым они занимаются, и очень любят свой город. Улица Хюгкса знаменита праздниками, которые устраиваются здесь не только для квартала, но и для всех туристов, миллионами приезжающих в Любик. Здесь все как в старые добрые времена. На первом этаже дома контора, будь то, книга торговли, отелье или ресторана. А на втором этаже живет семья. Мы сейчас как раз подошли к месту ресторанного бестро, которое названо по имени его владельца, Манфрида Мира. И это адрес, знакомый всем гурманам Любикой окрестностей. Почему? Давайте зайдем и познакомимся с ним поближе. История ресторана Мира начиналась здесь, на первом этаже, в магазинчике деликатесов. В 1988 году амбициозный шеф-повар Манфред Мира, заручившись поддержкой партнеров, открыл вегетарианское бестро. Несмотря на полное отсутствие мяса в меню, новое заведение сразу же стало популярным. Спустя несколько лет шеф смягчился. И теперь на витринах, кроме овощных салатов, в изобилии представлены сыры, ветчина, блюда из рыбы и мяса. В дополнение к ним на полках соусы, маринады, варенья. Причем все они не из крупных заводов и фабрик, а из маленьких семейных предприятий. Биологически безупречные, часто фермерские. Если спросите, что, откуда, вам с удовольствием расскажут родословную любого продукта. В отношении кухни та же искренность. Кстати, туда мы и отправляемся, ведь хозяин нас уже ждет. Что это за рыба? Треска. Молодая треска. Откуда? Чей улов? Кстати, можете взять ее в руки. Это наш рыбак Кюн из Готмунда. Это он поймал. Он обычно ловит на реке траве. А Готмунд – это маленькая деревня по дороге к Любеку. А на рыбалку он обычно выходит в Балтийское море. И 3-4 раза в неделю мы от него получаем прекрасный свежий улов. Точно, вот видите, у этой рыбины чистые ясные глаза. Она блестит, она ничем не пахнет, разве что водой. Точно морской водой. Конечно, она пахнет морем. Готовка начинается с краткого курса товароведения. И первое удивление, которое меня ожидает – рыба должна отлежаться. Вот эта треска еще утром трепыхалась, еще мускулы напряжены. Стало быть, пусть полежит день-другой. Предположим, что ваш рыбак, ваш поставщик не поймает треску. Что тогда? Ну и не будет трески. Тогда мы возьмем камбулу, калкана, палтус. Да нет, у нас всегда есть варианты. Мы берем иногда речную и озерную рыбу, форель, например, или щуку. На кухне мы не одни. К нам присоединяется двухлетний продолжатель династии. Ну что, Макс? Это мой сын. Да я уже поняла. Ирод на замке. Ну что, хочешь помогать? Я не знаю, кому из нас интереснее наблюдать за происходящим – мне или Максу. Папа Манфред, как художник краски, собирает в палитру все, что нужно для нашего ужина. Оранжевая тыква, желтые груши, соломиного цвета имбирь. В бутылке плещется апельсиновый сок. Что мы вообще собираемся делать? Макса отправляют вниз за лучшим оливковым маслом. А мне без лишних церемоний надевают на шею поварской фартук и вкладывают в руки нож. Пора приступать к обучению. Курсы, которые вы организовали, проходят вот в этой кухне? Точно, у нас есть три вида кулинарных занятий. Во-первых, это курсы, которые мы проводим именно здесь. Эта кухня вмещает до 10 человек. Мы их распределяем по кухне и соседним залам, чтобы все были заняты. Одни готовят главное блюдо, другие занимаются десертом или закусками. Есть еще один курс, который мы называем «Кучина от Тавала». На итальянский манер, или готовим прямо за столом. Раз уж мы об этом заговорили, название вашего курса обучения, «Кучина от Тавала», звучит, ну уж очень по-тальянски. У вас все-таки итальянский ресторан? Нет, ну все-таки нет. Ну всему нужно давать имена. А пока что название «Кучина от Тавала» богозвучнее, чем его немецкий перевод. В конце концов, мы действительно берем за основу средиземноморские рецепты, но стараемся по возможности объединить их с нашими северными продуктами. Это попытка перейти южную жизнерадость в наши холодные северные места. Ну что, Макс, вкусно? Отличная груша, правда? Региональная, значит, вкусная и полезная. И даже модная, если хотите. Мира был в числе первопроходцев, доказавших, что гастрономию уровня гурмы можно делать на основе местного сырья. Сегодня он входит в списки лучших шеф-поваров в Германии. А ведь все могло сложиться совсем по-другому. Все было очень просто. Вообще-то я не собирался связываться с готовкой, но в какой-то момент пришлось выбирать, чем заниматься, изучать экономику или какую-то конкретную профессию. А я во время летних каникул часто подрабатывал официантом в пляжных ресторанах. К тому же у меня была мечта открыть свой ресторан. Я решил научиться профессионально готовить, чтобы не зависеть от мора. Чтобы ездить в друг у меня повар в улице, я сам мог бы пойти в кухню и быстро встать на его место. А вот это получилось феноменально. Я начал обучение и влюбился в свою специальность. После полутора лет работы на юге в Мюнхене Манфред Мира вернулся в северную Германию и нашел то, что вы видите сейчас – свой ресторан. Сам он называет Мира трилогией. На первом этаже располагается бестро и происходит торговля на вынос. На втором ресторан высокой кухни – учебное помещение. Квартира семьи помещается этажом выше. Но, по-моему, Макс считает, что вы место здесь, рядом с папой. И замечательные вкусно пахнущие игрушки. Ну вот, Макс, помучи вот этот лимончик. А мы должны теперь выжать каждую свою половинку в миску. Нужен именно лайм. У него очень нежный вкус. Жмите как следует, прямо пальцы в мякоть запустите, думайте о своих злейших фрагах. Ну а теперь запускайте сюда пальцы, вспоминайте кого-то, кого бы вы хотели порошок стереть. И начинайте мять тыкву прямо в кашу, ее сжимать и перетирать руками. Кстати, в пух и прах разбиваются мифы о том, что шеф-повара не любят делиться рецептами. Все открыто, все перед вами. И рецепт Манфред Мира собственноручно записывает на бумагу, а я в свою очередь рассказываю вам. Итак, для салата нужно очень тонко настургать мягкие тыквы, смешать ее с апельсиновым конфитюром, соком и оливковым маслом. Положить сюда же мелко нарезанный жгучий перчик и корень свежего имбиря, затем тщательно вымесить, чтобы тыква впитала все жидкости. Тонко нарезать грушу добавить в салат. Оставить эту заготовку на некоторое время, а прямо перед подачей перемешать еще раз и посыпать обжаренными тыквенными семечками. А потом наступает час рыбы. Панируем в тертом сыре, выпекаем в растительном масле. И правда же, она больше похожа на воздушные пирожные или на хворост. Умение не просто накормить гостя, но удивить его, заставить испытать новый, неизведанный вкус, пожалуй, в этом главный фокус Манфреда Мира. И то, что не все еще отзываются на его приглашение поиграть, нисколько не смущает кудесника из дубика. Господин Мира, а вам приходилось уже воспитывать ваших клиентов? Вот прямо переучивать их, заставлять есть то, что на столе? Скажу с сожалением. Когда я был молодой зеленый, у меня было стремление перевоспитывать гостей. Но сейчас я так скажу. Я надеюсь, что мои клиенты понимают нашу цель. Еда и немножко больше. Вот что привлекает ресторан Мира. Туристы и местные жители, соседи по кварталу и голливудские звезды. Все они чувствуют себя хорошо и уютно в доме, который построил Манфред, в самом центре гонзейской столицы. Вот уже более 20 лет. Маленький Макс, когда подрастет, наверняка продолжит династию. Продолжение следует...